Создано специально для сайта кинотеатра Охотника. Охота на дупеля. Дупеля поставим на первое место по всем показателям охоты на болотную дичь. Это относительно стабильная в своем образе жизни птица, но очень уязвимая по отношению к среде обитания. Дупель выбирает влажные и потные, но не мокрые места, не любит ни топких, ни маховых болот. Там, где водянистые и высокие травы, его нет. Дупель остановится скорее там, где трава редкая и невысокая, чем там, где она высокая и плотная. Он может быть, например, в пойме реки, представляющей собой большой массив больших косматых кочек, обильно поросших свисающий с них и защищающий дупеля травой, но между кочками сухая и почва плотная. Вся пойма представляет собой ограниченный высокими берегами выпас скота, что особенно хорошо для дупеля. Часто с заболоченными, водяными и богатыми осокой местами соседствует сухая площадь, поросшая белаусом, это излюбленное укрытие для дневки дупеля. Жесткая поросль белауса своей умеренной высотой, а главное цветом отлично защищает птицу. На мягком, чуть мшистом полу дупеля удобно и спокойно. А если рядом с такими местами ему есть где кормиться, то и совсем хорошо. Характерные для дупеля места можно найти среди сухих площадей, где есть небольшие участки с ямками и углублениями, а там стоит сочащаяся подпочвенная вода. Эти участки видны по черной перегнойной земле, по кочкам с редкой полевой травой и между ними. Одним словом, по отношению к местопребыванию дупель строг и разборчив. Если нашли дупеля, надо обыскать, обойти местность вокруг, не найдется ли еще. Он часто размещается не в одиночку, поблизости могут быть еще. Бывает, что одновременно взлетают два-три, находившихся близко друг к другу, а собака работает, как по одному. Но бывает красивая для работы собаки рассредоточенность, когда каждый дупель из числа скопивших и взлетает отдельно от остальных по мере того, как собака каждого из них отдельно срабатывает. Мой герлик минор, обладавший очень верным чутьем, однажды на тренировке, я был без ружья, и это пошло на пользу наблюдению, сработал на четырех квадратных метрах пятерых дупелей, по отдельности вычислив подняв на крыло каждого из пятерых последовательно. Это надо было видеть. Это надо было пережить. Подняв пятого, герлик без команды лег торжественно и проводил глазами улетающего. Ах, как он переходил из одной мгновенной подводки в другую, как поворачивался, веером раскрываясь. Невероятно, не может того быть, скажут многие. Тем не менее, так все и было. Герлик отличался редкой тщательностью в работе при всей своей страстной настойчивости и избирательности по отношению к поиску. Второго такого ювелира я больше не видел, не встречал. В сухой год, когда типичные дупелиные угодья пересыхают, и дупель сбивается в крепи, которым и в суш не просохнуть, на охоту за дупелями надо выходить с рассвета, пока сильная роса, и птица выходят на нее. Но и в несухой год охотятся лучше с рассвета. Собака по дупелю обычно работает более горячо, часто на длинных потяжках, хотя по какой болотной дичи работает в данный момент спаниель, не всегда поймешь. Подводка по дупелю часто более короткая, а бывает и совсем на кратке. Взлетает птица молча, в отличие от бекаса, с характерным выпуклым. Е. Герман хлопанем крыльев, которому невозможно, по-моему, привыкнуть человеку впечатлительному. Взлетит дупель относительно медленно, низкое первое мгновение прямо, затем описывает небольшую дугу и опускается на расстояние, так что по перемещенному можно навести собаку. Собаку, конечно же, надо по возможности вести против ветра. Стрельба дупелей входит в их характеристику. Она нетрудна, но не следует этим обольщаться, ибо тем более досаден промах и перед собакой нехорошо. Время охоты – август, его первая половина и середина. Небольшой намек в погоде на приближение осени, и дупеля улетают. Вот вчера они еще были тут, а сегодня – ни одного. В отлете своем они дружны. Все иллюстрации из книги можно найти на сайте кинотеатра Охотника.